МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно первым в этом году поправкам, доходы окружного бюджета увеличились на 957 миллионов рублей. В этой сумме учтены 76 дополнительных миллионов от Харьягинского СРП и 881 миллион федеральных средств. Последние доходы строго целевые и будут направлены на реализацию госпрограмм в различных сферах. Так, 110 и 161 миллион поступили из федерального бюджета на продолжение строительства двух социальных объектов – детского сада и школы в микрорайоне авиаторов. 496 миллионов Неницкому округу выделено на продолжение строительства дороги Наринмар-Сыктывкар, 81 миллион – на развитие здравоохранения. По словам спикера регионального парламента Анатолия Мяндина, в этом году округ впервые получил весомую сумму на развитие этой сферы. 24 миллиона на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и 54,5 миллиона рублей на реализацию авиационной услуги по оказанию медицинской помощи. К этой сумме мы добавляем еще 12,5 миллионов рублей из окружного бюджета, итого 67 миллионов. На эти средства авиаторяд приобретет в лизинг два вертолета Ми-8, который будет специально оснащен медицинским оборудованием и будет выполнять вот эти санитарные рейсы. Кроме того, часть федеральных средств будет направлена на реализацию госпрограммы «Доступная среда». Реализацию проектов в области обращения с отходами, доплаток пенсии, обеспечения жильем детей-сирот и выплаты медработникам. Кроме средств федеральных, депутаты согласовали распределение дополнительных средств из региональной казны. Так, за счет увеличения верхнего предела госдолга с 4,1 миллиарда до 5,3 миллиарда увеличились расходы окружного бюджета и по другим направлениям. В частности, направили определенную сумму на погашение кредиторской, в первую очередь, просроченной кредиторской задолженности, которая образовалась на конец года, учреждения образования, здравоохранения, соцзащиты по коммунальным услугам. И, несмотря все-таки на сложный наш окружной бюджет, мы все-таки должны выделять средства на дальнейшее развитие нашего округа. Поэтому дополнительно выделены средства на строительство, которое сегодня успешно продолжается, строительство нового здания школы в селе Тельвиско, 69 миллионов рублей. Мы ожидаем, что в этом году школа примет своих учеников. Также у нас новая стройка в этом году будет, строительство детского сада в селе Несь. Эти цели мы выделили уже сегодня, 159 миллионов рублей. Кроме этого, продолжается строительство жилья, как в городе, так и на селе. Вопрос очень важный для нашего населения. Поэтому выделено сегодня на сессию дополнительно еще 281 миллион рублей на жилищное строительство. Кроме того, 12 миллионов рублей выделено на комплексное обследование многоквартирных домов на Ринмаре и поселке Искатели для определения процента износа и включения в программу ветхого и аварийного жилья. Предусмотрели в окружном бюджете и расходы на перспективу. Так, в федеральном бюджете предусмотрено 20 миллиардов рублей на благоустройство городов. Какую сумму получит Нинецкий округ, пока неизвестно. Однако в бюджете уже предусмотрено 100 миллионов рублей на софинансирование этой программы. Часть окружных средств, а именно 9 миллионов рублей, направят на выплату компенсации многодетным семьям взамен земельных участков. В рамках работы над бюджетом продолжается и оптимизация расходов. Так, на 5 миллионов сокращаются расходы на органы госвласти. С 1 марта определенное количество должностей в администрации НАУ будет сокращено. И эта работа будет продолжена, отметил Анатолий Мяндин. Таким образом, бюджет 2017 года сегодня выглядит так. Доходы бюджета увеличены на 7,9%, до 13 миллиардов 21 миллиона рублей, расходы до 14 миллиардов 171 миллиона. Дефицит составляет около 1 миллиарда 730 миллионов рублей, показав рост с 6,8 до 14,5% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Напомню, это первые поправки в бюджет округа в текущем году. По словам Анатолия Мяндина, не последнее. Регион ожидает поступления дополнительных федеральных средств и на ряд других направлений. Ирина Цепитова, Леонид Шишилов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. За отравление детей к ответственности. Нарьинмарский городской суд определил виновных за массовое отравление детей в Каратайке. О преступности в регионе в цифрах главный финансовый полицейский округа отчитался о работе ведомства за минувший год. Одним из главных итогов работы управления стало сокращение числа преступлений, зарегистрированных на территории региона. Молодые интеллектуалы России живут в Ненинском округе. Ученики второй школы привезли сразу несколько медалей Всероссийского молодежного образовательного форума, чем покорили жюри юные умники и умницы. О борьбе с коррупцией, незаконным оборотом алкогольной продукции, о состоянии преступности в среде несовершеннолетних. Об этом и многом другом доложил начальник УМВД России по Ненинскому округу Олег Яковлев. Сегодня он выступил с отчетом о деятельности окружной полиции в 2016 году на сессии собрания депутатов НАУ. Борьба с экстремизмом, противодействие развитию межконфессиональных и межнациональных конфликтов, совершенствование следственной практики, производство дознания, организации раскрытия преступлений, а также снижение уровня теневой экономики и коррумпированности, административных правонарушений, тяжких преступлений и ДТП. Вот неполный список задач, которые стали первоочередными в деятельности полиции округа в 2016 году. Все предпринятые меры способствовали укреплению законности и правопорядка на территории региона, отметил в ходе доклада Олег Яковлев. Отмечен ряд положительных тенденций в структуре преступности. При этом основной акцент в 2016 году был направлен на полноту и объективность учёта преступлений. Всего зарегистрировано 763 преступления. В расчёте на численность населения уровень преступности снижен на 10%. По тяжким и особо тяжким составам уровень преступности по итогам года на 21% ниже среднего значения по субъектам Северо-Западного федерального округа и на 9% среднероссийского показателя. В результате профилактической работы полицейских число убийств снизилось на 22%, хулиганств – в четыре раза, грабежей – на 27% и краж – на 10%. По словам Олега Яковлева, в результате постоянного контроля за работой дежурных нарядов в прошлом году удалось добиться 20% роста раскрытия преступлений по горячим следам. Всего по итогам года раскрыто 473 преступления. Эффективность повысилась на 30%. На 19% улучшились результаты по установлению преступников. Раскрываемость убийств достигла 100%. Раскрыто 22 преступления из категории прошлых лет. Также первостепенной задачей для полиции является противодействие коррупции, выявление экономических преступлений. В прошлом году было раскрыто 32 таких преступления. Число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками МВД, к сожалению, сократилось на 50%. Выявлено лишь одно преступление коррупционной направленности. На 28% сократилось количество преступлений, совершённых в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более тысячи фальсификатов. Под контролем была и ситуация с незаконным оборотом наркотиков. В этой сфере выявлено 52 преступления, из которых 42 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Зарегистрировано 40 лиц, употребляющих наркотические средства в немедицинских целях, и 13 больных с диагнозом наркомания. Огромное количество профилактических мероприятий было проведено отделом ГИБДД. Направлены они были на сокращение на дорогах количества нетрезвых водителей. Как итог, 54 уголовных дела и 207 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. Также, по информации Олега Яковлева, на 50% увеличилось количество уличных преступлений, в том числе на 31% возросло количество краж на объектах торговли. В этой связи основной акцент необходимо сосредоточить на совместной работе с руководством объектов и администрации города Янмар по установке систем видеонаблюдения и других вопросов технической укреплённости. Практика показывает, что данные мероприятия имеют колоссальный профилактический эффект. Уровень подростковой преступности на протяжении последних лет остаётся одним из самых высоких по стране. По итогам 2016 года число преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось на 70%. Основную долю составляют кражи, угоны, грабежи. По информации Олега Яковлева, 44% несовершеннолетних преступников воспитывались в неполных семьях, 27% воспитывались в учреждениях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а затем проживали в общежитиях образовательных организаций. Последние годы, на наш взгляд, складывается негативная практика в части применения к несовершеннолетним, совершившим преступление, эффективный мер уголовного наказания. Так, судами в отношении одних и тех же лиц неоднократно применялись статья 25 примирения сторон, статья 27 освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, что при отсутствии дольного контроля со стороны родителей способствует формированию у подростков чувства вседозволенности и безнаказанности. Самым главным фактором Олег Яковлев назвал недостаточность межведомственного взаимодействия всех субъектов в профилактике подростковой преступности. В то же время, по итогам года, снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Ирина Цепетва, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Нарьинмарский городской суд привлек административной ответственности руководство и сотрудников Каратайского потребительского общества, поселковой школы-интерната и медицинского работника. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по НАО. Размеры штрафов для должностных лиц составили от 1,5 до 200 тысяч рублей. Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, когда в январе 2017 года была зарегистрирована групповая заболеваемость с альмонелиозом среди воспитанников пришкольного интерната в Каратайке. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что фактором передачи возбудителя явились инвентарь и окружающая среда пищеблока кафе Каратайского потребительского общества. 13 января по решению Нарьинмарского городского суда деятельность кафе Каратайского потребительского общества приостановлена на 90 суток. По словам председателя Каратайского потребительского общества Татьяны Хатхи, по истечении назначенного срока кафе все равно не откроют. Специалистов, чтобы поставить оборудование новое, оно уже три года у нас как закуплено, никто не идет, никого нету, все боятся ответственности. Полы даже перебрать не можем, рабочие не идут. Мы отключили кафе и все, отключать не будем. А работники все обеспечены работой. Как сообщили в окружном департаменте образования, в настоящее время питание воспитанников Каратайской школы-интерната организовано непосредственно в учебном заведении. Удачный дебют. Учащиеся школы номер два вернулись из Санкт-Петербурга, где прошел 9-й Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». Уверенность в собственные силы, серьезная подготовка к участию и поддержка наставников позволили ребятам завивать 6 дипломов победителей и призеров, медали, а также кубок за успешное выступление. Ненецкий округ на 9-м Всероссийском молодежном образовательном форуме представляли пять учащихся школы номер два. К этому мероприятию ребята готовились очень серьезно, ведь им предстояло защитить свои исследовательские проекты и не просто презентовать, а вызвать интерес у жюри, среди которых были деканы различных университетов Санкт-Петербурга. Кстати, на форуме было представлено свыше 160 исследовательских работ. Одну из них презентовали ученицы 7-го класса 2-й школы Ирина Шайтанова и Софья Черчук. У нас был проект по английскому языку, на английском языке «Добро пожаловать в Ненецкий автономный округ». Мы заняли первое место в филологической секции. А сколько по времени ушло на писание работы? Один год. Целый год? Да. Мы рассказывали ее на английском языке, что всех очень поразило. Все были в таком маленьком шоке, что девочки из такого города могут так рассказывать о своем округе с любовью. Все время спрашивали, откуда мы, где это. Еще одна ученица 2-й школы, девятиклассница Юлия Трофимова, презентовала свою исследовательскую работу на тему «Цветопись и стихия цвета» в лирике ненецкого поэта Алексея Печкова. Ну, потому что Алексей Печков, скажем, наш северный гений, можно сказать, поэтический, поэтому захотелось представить его на всероссийском уровне, рассказать немного, чтобы они ознакомились с ним. И хоть Юлия не получила высшую оценку за свой проект, участием в форуме девушка осталась довольна, ведь это бесценный опыт. Помимо презентации исследовательских работ, ребята принимали участие в университетской олимпиаде по географии, а также олимпиадах по информатике и английскому языку. Все задания были составлены представителями университетов Санкт-Петербурга. Также была возможность проявить себя в интеллектуальных состязаниях по различным направлениям – гуманитарному, филологическому и социальному. Мне понравилось именно то, что олимпиады и различные семинары проходят в университетах, то есть рассказывают о университете, о каких-то различных направлениях, которые там присутствуют. Это очень помогает ученикам в дальнейшем. Семинары были очень интересные, рассказывали про профориентацию, то есть куда вы в дальнейшем хотите идти и чему хотите себя посвятить. Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» – это безусловно огромный и неоценимый опыт как для самих ребят, так и для их наставников – Ирины Шальковой, Светланы Тарасовой и Ирины Марокко. Благодаря им ребята смогли заявить о себе и представили наш регион на достойном уровне. Поездка в Санкт-Петербург состоялась при финансовой поддержке нефтяников. Благодаря поддержке нефтяной компании «Тоталь» ребята смогли выехать в северную столицу и показать свои знания, умения, тому, чему они научились, как они умеют составлять, показывать и рассказывать свои проекты. Ирина Шайтанова и Софья Черчук стали победителями филологической секции с проектом «Добро пожаловать в Ненецкий округ». Также Ирина стала призером интеллектуально-познавательной викторины «Живая Арктика». Арина Дьянова признана призером той же секции со своей работы на тему реклама «Вчера и сегодня». Сергей Фофанов стал победителем Олимпиады инженерно-технического направления. За наших ребят остается только порадоваться. Они не побоялись заявить о себе. За успешный дебют им вручили кубок. Также в копилку школьных наград учащиеся привезли шесть дипломов победителей и призеров, а также медали. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Красоты Ненецкого округа через объектив фотокамеры. Увидеть самые отдаленные места и диковинные пейзажи предлагает фотовыставка особо охраняемой территории, которая сегодня открылась в Нарьинмаре. Особо охраняемые территории и фотовыставка под таким названием «Приуроченная Году экологии» в России открылась сегодня в Нарьинмаре. На экспозиции представлены работы как жителей нашего округа, так и научных сотрудников Москвы и Санкт-Петербурга. Возможность запечатлеть красоту нашего округа на фото у Игоря Бразок появилась благодаря любимой работе. Он командир летного отряда. Для него фотоискусство – это уже больше, чем просто хобби. Позади более 30 лет полетов и несколько тысяч различных фотографий самых отдаленных и труднодоступных уголков заполярного круга. Я люблю делать макросъёмку. То есть, когда маленькие цветочки, например, когда цветёт брусника, когда цветёт голубика, и фотографируешь на макросъёмку, и цветок на фотографии размером с арбуз, и его детально рассмотреть, он очень удивительный. Кроме того, на представленных живописных снимках можно встретить завораживающие пейзажи, отображающие ландшафты, объекты живой и неживой природы, редкие виды животных, растений, птиц и природных памятников. Вот верховья реки Белая, которая находится на Тиманском кряже, а вот всем известный загадочный памятник регионального значения «Каменный город». Оценили работы фотографов первые посетители выставки. Студентка четвёртого курса социально-гуманитарного колледжа Евгения Сидей подобные мероприятия считает уникальной возможностью для саморазвития. Я очень люблю такие выставки, потому что это позволяет потому что я люблю свой округ и это позволяет узнать те места, где я ещё не была. Всего для участия в фото-выставке особо охраняемой территории жителями округа были представлены более 200 фотографий. Самые редкие и удивительные кадры, их всего 45, заняли своё почётное место. Об уникальности этих объектов слышали многие, но не видели. Поэтому мы нам с любезностью, наши жители, предоставили эти фотографии, чтобы люди могли насладиться природой, а в дальнейшем по возможности и побывать на этих объектах. Фотовыставка особо охраняемой территории открыта для всех желающих в холле Дворца культуры Арктика до 15 марта. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok